здравствуйте уважаемые подписчики главного патриотического канала страны очерки неугомонного павла а также у веб-зрителей этот видеообзор посвящен расселенному аулу джунбай на территории щербакульского муниципального района омской области приятного вам просмотра продолжим чтение книги мухтара ауэзова путь абая байсал не выдержал он отвернулся и отошел в сторону те кто пытался говорить говорили шепотом каратай тихо сказал божея несчастный как долго мучается никак не умрет только сейчас вижу какой-то был великан бажей круто повернулся и взглянул на него или его лицо было мрачно и сурово твоего великана сожрал шакал сказал он и тоже отвернулся от страшного зрелища толпа перешептывалась жив он все еще жив кадар судорожно бился корчась и дергаясь кунан бай заметил что негодующий шепот в толпе растет муки действуют на нее тяжелее чем само убийство коротким жестом руки он приказал положить верблюда когда животное опустилась бездыханная комка вытянувшаяся во весь рост распласталась на земле кадаре еще живой свалился мягко согнувшись не дав толпе опомниться кунан бай указал на утес и коротко сказал отнести на вершину сбросить оттуда проклятого к мысбай и четверо других молча звалили кадара на верблюда и повезли на вершину горы утес противоположной стороны имел пологий спуск кое-кто не выдержав хотел было уйти но кунан бай оставил всех грозным окликом не расходите стойте все толпа опять застыла из лесу быстро выехали два всадника они остановились у алуа жексена и привязав коней у крайней юрты направились толпе это были жиринше и абай тем временем на вершине показались люди несшие кадара они смотрели на стоявших внизу кунан бай отошел в сторону и рывком опустив руку дал знак стоявшим на вершине бросай 4 жигита раскачав грузное тело кадара силой швырнули его с крутого утеса нависшего надлога истерзанное долгими мучениями могучее тело не зацепившись ни за один камень понеслось вниз и тяжело ударилась пози труп упал перед самой толпой стоявший с края услышали как глухо хрустнули кости как раз в этот миг жиринше и абай подошли к толпе заметив что люди напряженно смотрят на вершину утеса они тоже взглянули туда и вдруг увидели человека стримглав летевшего вниз будто на больших распластавшихся крыльях так развивалась его одежда жилища бросился вперед абай закрыл глаза руками и бессильно опустился на землю все кончено несчастный погиб а если бы он поспел вовремя он умолил бы отца пощадить кадара он опоздал и он не в силах теперь видеть этих людей бежать коню ускакать но в эту минуту толпа молчавший до сих пор загудела бери ты а ты что же бери сам крики росли сливались перебивая друг друга в многих руках появились камни драка мелькнула в голове у мальчика но драться никто и не думал едва ударилась о землю тело кадара кунанбай отдал новое приказание душа его все еще в теле чтобы избавиться от проклятого пусть 40 избранных из 40 родов табыкты забросает ее труп камнями ну по одному из каждого рода берите камни и он поднял камень потом повернувшись боже и байсалу повторил берите в голосе его звучал неумолимый приказ те повиновались так повелевает шариат кидайте громко произнес кунанбай и первый бросил камень круг кадару вслед за боже и байсалом еще кое-кто нагнулся за камнем но остальные заспорили убеждая друг друга начать приближаясь толпе мальчик увидел как люди поочередно один за другим бросали камень женщин подталкивая бая сказала ему на ухо смотри видишь от того старика это сородичка дара джек сын знаешь у пёс старый джек сын показался бая настоящему убийце мальчик кинулся к нему но тот уже размахнулся и крикнул скинь дух нечистый скинь силой швырнул большой камень в кадара только теперь а бай увидел распростертое на земле тело череп был уже размажем сердце бая облилось кровью злоба вскипела в нем старый шайтан скрикнул он и ударил джек сына кулаком по затылку джек сын быстро обернулся думая что кто-то размах но размахивать задел его перед ним стоял сын кунан бая пёс злой старый пёс негодующий кричал оба и джек сын растерялся ну что ты мальчуга разве то я уж если ты такой батырь он позади тебя твой отец пробормотал он не знаю что сказать в толпе заволновались что случилось что там такое но оба уже подбежал своему коню отвязывая повод он услышал тихий жалобный плач доносившийся из крайней юрт это плакали женщин одних сотрясали беззвучные рыдания другие тихо стонали ни одна не смело плакать голос но удержаться слез они были не в силах женщины детей перед казнью согнали в эту юрту и пригрозили и от того они плакали чуть слышно слипая точно стрела ударила гульта бая он прыжком скачал на коня и погнал его в степь джек сын вероятно уже успел пожаловался кунан байк мальчик услышал суровый окрик отца стой негодяй получишь ты у меня но кунан байк только погрозился а сказать догоните и приведите его он не решится оба и мчался к себе в аул жрече догонял эй буян подожди оба и стоит и ты кибай кричал он вслед тут же придумав новое прозвище они бешено скакали и скоро исчезли вдали толпа собравшись для того чтобы убить двух людей и совершившая свое страшное дело расходилось в разные стороны старейшины сев на коней разъезжали с полном манчане только божей ехавший вместе с уэндиком и каратаем проговорил со вздохом раньше за убийство сородича мужчины ты мог требовать выкуп а попробуй к тут не то что выкуп потребовать а просто заикнуться об обиде сам убил 40 родов вместе с тобой забросали камнями своими руками вот теперь и скажи хоть слова каратай сказал самое страшное из повеления шариата кунан бай приберег концу выходе в законе простор для уловок и хитростей и шариат на руку кунан баю сундык был глубоко подавлен пусть забудется все что случилось молю бога чтобы дело кончилось этим сказал он но божей на своем веку повидал бога он лучше других мог раз гадать кунан бая кончилось горько вздохнул он и добавил бакинши и барсаки помените мое слово не на кадара вы накинули сегодня петлю несчастной с божьей помощью вы накинули ее на свою собственную шею эта мысль взволновала все и они молча продолжали свой путь оба и жилище не думали что им придется сегодня быть свидетелями такого ужасного зрелища аксакалы и старейшины старательно держали все в тайне и ни во что не посвящали народ никто не подозревал что готовится такое дело утром жилище привел ваул к кунан баю гончу тигровой масти ее появление вызвало целый переполох все дети высыпали на улицу зачинщиком шума был озорник аспан жилища сгонщик подъезжал гостиной и едва увидев его аспан закричал возьми возьми его куси желтаяк барбасара он сполшил всех желтопегих овчарок в ауле кунан бая жилище старался уговорить его аспан радость моя ты же умник не делай этого перестань но как видно лес не действовал на аспана барбасар ай ай кричал с громким хохотом и вихрем летел по аулу натравивая собак на гончу жилище уже успел подъехать гостиной ют он спрыгнул с коня и обнял гончу за шею стараясь защитить и десяток овчарок выскочивших из тени ют злом на рыча окружили его тесным кольцом жилище не мог не зайти в юрту не двинуться с места и чем больше он уговаривал мальчишку тем громче смеялся тот и тем настойчивее натравливал своих собак арр поощрял он сам кидаясь вперед но старым овчарка видимо надоело на узкивание аспана или им было кидаться на беспомощную жертву они ограничивались громким рычанием и лаям большой юрки уже услышала поднявшийся шум и повернула сидевшим за завтраком оба по идее оба жан уйми проклятых собак этот дурале опять всех перемутил сказала она оба и быстро отогнал собакой повел жилище в гостиную ют аспан обиженный что его лишили забавного зрелища тихонько подкрался сзади и ущипнул жилище за икру тот перепугался вообразив что его кусает собака рванулся в юрту со всего размаху ударился головой о косяк двери и в один прыжок оказался у переднего места аспан залился торжествующим смехом и стал дразнить жилище ой трус трус стройная большой мошенники черноморда гончая с отливающей как у тигра шерстью очень понравился баю как ее зовут спросил уже речи жилку и им и кличка хорошая кличка по ней настоящий вихрь зайца в один миг сшибает жилище любил повторять эту похвалу сказанную известным охотником жившим с ним в одной а в одном ауди это окончательно покорила абая любовавшийся кончик пойдем поохотимся на зайца что же поедем лошадь у тебя есть я и сам ехал на охоту пока светлали булавного четверых лет к абая друзья успели зайти в юрту и напиться кумысу скачив на коней они направились на запад невысоким холмам носившим название взрыв шок и там с азартом неистовых охотников они погнали за зайца тот долго спасался от них выдерживая расстояние и только после трех-четырех перевалов жилку и удалось нагнать и схватить его больше зайцев и не попадалось поисках дичи они добрались до самого крайнего выступа к зушок и примыкавшего к чингису тут им встретился верховой это был один из посыльных майбасара жумагу он посоветовал жилинше ехали бы вы лучше на карашак и там сегодня судят кадара весь народ туда съезжается жилинше насторожился а где кадар где его сноха за ними поехали жигиты привезут обоих сбор в ауле жексена и жумагу хлестнув коня помчался дальше за ними поехали жигиты привели привезут обоих сбор в ауле жексена и жумагу хлестнув коня помчался дальше жилинше предложила бою поедем поглядим ну едем едем и он увлек за собой мальчика не дав ему опомниться страшная казнь совершилась у них на глазах теперь они мчались обратно лесистым берегом реки леденящий холод сковала боя сердце мальчика его чувство все замирало в ужасе перед поступком отца перед кровью забрызгавший руки куманбая его отец его родной отец так жесток так бессердечен на окрике жилинше оба не отвечал он летел вперед то вскать что быстрой рысью гончая сплалась в беге перед его конем они проскакали берегом а потом стали огибать склоны широко раскинувшегося хребта дорога здесь была узкая одна тропинка по которой вдвоем не проедешь на такой дороге быстро ехать и разговаривать трудно но же лишь иногда фабая следуя за ним по пятам не переставал болтать в ауле жексена он успел потолковать жигитами ему хотелось сейчас же поделиться новостями сабая мальчик подавленный виден им дрожавший как лихорадки не понимал половины его слов но главное он уловил две крылатые фразы переходили в толпе из уст в уста первое как раз и послужило поводом к обвинению кадара и принималась как оправдание совершенным одним чудовищной казни кадар говорил бог покарал меня но я тоже отплачу ему так повторяли сегодня убийцы вторую фразу кадар бросил перед смертью если я седой пес то вы кровавые собаки абай был потрясен ему вспомнился тихий жалобный женский плач раздававшийся в юрке неожиданно для самого себя абай вдруг разразился слезами жилище заметил это хоть и ехал позади абая ой что ты озорник ты гибаешь что с тобой удивленно допытывался он и тронул коня чтобы пороняться сабая но тот хрестанул коня и снова ускакал вперед они уже миновали горные враги и спустились на широкую равнину абай повернул своего буланова коль гайнару и несколько раз хлестнул его на гайке ему не хотелось чтобы жилище видел его слезы а тот скач старался нагнать мальчики но разве его догонишь он ускакал уже на расстояние пущенной стрелы им часть по степи один перестал сдерживаться и залился неудержимыми слезами за последние годы он ни разу не плакал а сейчас не мог успокоиться и словно весь растаяв плакал на взрыв он пустил коня во весь опор тучная зеленая степь летела навстречу и мимо так во время весеннего половодья мчится широкий поток бурный стремительный мощный и волнующийся встречный ветер бил лицо в глаза абая срывал его слезы уносил степь до сих пор абая не переживал ничего подобного он был далек от мира человеческих страданий но теперь сразу постиг всю глубину его сердце всей силой чувства откликнулось на них в нем рождалась жалость невинно погибшим жестоко и бесшеловечно поруганным жертвам закипала злоба и ненависть к убийцам отец какое-то родное теплое слово и один голос нем настойчиво защищал отца отгораживал его от всего жестокого и преступного а другой твердил и твердил о сегодняшнем зверском убийстве и от ужаса путались мысли противоречия друг другу ему вспомнили слова которые он услышал еще медресе наставник поучал плач и слезы человеческие облегчает вину грешников искупают их преступления неужели его слезы это искупление убийца он тут же отбросил эту мысль нет это не так продолжение следует спасибо всем тем кто досмотрел этот ролик до конца подписываемся на главный патриотический канал страны очерки неугомонного павла призываем подписаться родных и близких до новых встреч дорогие друзья будьте здоровы призываемся неужели а а и и и в Продолжение следует...